всех приветствую на своем канале о вышивке и рукоделии шайни брошь зовут меня ольга и сегодня мы поговорим с вами в украшениях на голову об ободочках один из них на мне я покажу те которые сделала я я покажу основу схему как поэтапно я делаю такие обручи скажу как их вышивала из каких материалов надеюсь вам будет интересно оставайтесь со мной подписывайтесь чтобы видеть мои другие видео а у меня много полезных мастер-классов по вышивке броши и украшений ну что не будем терять время это мои первые обручи которые я попробовала вышить и безумно влюбилась них использую я здесь посмотрите разные элементы и нашивки бисер уже готовая как брошечки разная тематика или сна и ягодки изначально я думала дело для деток но потом решила сделать разных расцветок такие вот классические черные серебром например не вы черная которая можно также одеть и взрослому человеку вот у нас есть обручи они по толщине отличаются эти тут самые тоненькие сейчас скажу сколько сантиметров 0 5 видите 0 5 сантиметра есть еще сантиметр такие прям толстые толстенькие я видела а вот поэтому будет диаметр отличаться смотрите вы хотите потоньше или пошире некоторые видите по диаметру отличаются я брала вроде бы одинаково и вот эти вот поменьше эти побольше по размеру тоже обращайте внимание видите у них разный диаметр эти будут для деток а вот эти вот уже хорошо и на взрослого голову и что нам еще понадобится нам понадобится вот такая лента лента идет бархатная очень мягенькая продается на магазинах для рукоделия для вышивки в ткань в отделях с тканями с лентами очень много расцветок вот смотрите такая идет обычная тканевая основа с этой стороны бархатная обработка идет по краюшку то есть она не рассыпается даже немножко выпукло идет приятно очень по текстуре бархатная ленты они есть разных оттенков такие вот здесь например у нас видите ширина тоже разная здесь полтора сантиметра ширина вот эта ширина уже сантиметр если я беру один сантиметр то мне хватает вот так вот мы приклеим посерединке будет аккуратненько если у нас очень толстая лента потому что тяжело найти например такую тоненькую в розовом цвете я не подогнуть будет тоненький аккуратненький такой обручу нас что для этого нам нужно что сделать сейчас я вам расскажу для этого нам понадобится просто ножницы и клей кристалл или момент прозрачный неважно все обрезали мы потом будем обрабатывать край поэтому ничего страшного мы будем мы будем обшивать его бисера берем клей я беру и сверху верхнюю сторону сначала просто смазываем сильно спазывать не нужно легонечко смотри прикладываем по краешку теперь переворачиваем и внутренний слой тоже смазываем она хорошо берется много можете не мазать и подгибаем вот так видите аккуратненько подгибаем ничего сложного нету как красиво и по-другому уже смотрится наш ободочек вот так мы с вами сейчас сделаем весь ободок смазываем дальше я так сразу не делаю все чтобы она не приклеилась что не нужно не выпачкалась ленточка поэтому лучше частями не торопясь аккуратненько вот так вот приложили все аккуратненько поправили внутренняя часть остаток клеточки которые у нас просто обрезаем немножечко вот так проклеив банане не ворсилась дальше помним что мы еще будем сверху обшивать проклеивать эти штучки что дальше не шел этот ворс не рассыпался пока мы будем с вами делать вот так мы с вами обклеили вот такая вот основа у нас готова если где-то немножко отклеиваться неважно потому что мы будем с вами это обшивать если вы не хотите обшивать можно этого не делать по контуру бисером просто плотнее можно тут вот лучше проклеить все проклеиваем эти краешки плотненько сжимаем плотненько все проходим вот и все но мне все-таки нравится способ когда мы обшиваем я же тогда уверена что ничего не разойдется все будет аккуратно прочно красиво например голубенькую ленточку мы помним что она у нас идет по размеру один сантиметром там была полтора в розовой сантиметра и здесь мы немножко по-другому уже работаем также смазываем нашу основу здесь уже прикладываем по центру ленточка что было по центру так что мы теперь делаем там мы просто сгибали здесь у нас она идет по серединке мы не сможем согнуть нам не хватит этой длины придется мы только сильна тяжку поэтому переворачивая смазываю также изнутри и выводим ленточку в серединку так аккуратненько и уже завершаем доходим до конца и остаток ленточки просто обрезаем также немного смажу чтобы не распускалась вот второй вариант у нас тоже готов клей нам нужно не понадобится у нас есть с вами две основы вот такая вот одна основа посмотрите гладенькая и более тоненькая вторая основа их можно отлично даже комбинировать вместе посмотрите такие зефирки получились это пол сантиметра здесь быть по ширине уже сантиметр по ширине ленточки такая красота что мы делаем дальше здесь у нас закрыт один одна сторона поэтому обшивать здесь нужно только с одной стороны здесь придется обшивать с двух сторон соединяете ленточки я обшиваю бисером я не рисковала возможно можно просто проклеить либо мононитью пройтись прозрачный прошить без бисера но я показываю как работаю я как мне нравится если бы другая схемка я поделюсь потом но сейчас будем делать так как делала я вышиваю свои изделия мы конечно возьмем тогда с вами бисер возьмем в цвет давайте начнем с розовенького здесь одну сторону обшить и я покажу как это делать берем с вами обычный бисер у меня необычный у меня такой красивый матовые чешские 11 размер по диаметру можно брать и меньше любой размерчик и здесь тоненькая окантовка поэтому неважно так и берем ниточки иголочку я всуну либо вы берете нить которого вышиваете я ее вывожу в уголочки набираю бисеринку полностью просаживаю две ленточки вывожу смотрите что мы делаем беру эту бисеринку вывожу в нее иголку идти и затягиваю подтягиваем так вот так у нас получилось беру следующую бисеринку рядом рядышком вывожу зацепили вывожу иголочку в последнюю бисеринку просовываю и затягиваю слишком большой нить не делайте не очень удобно работать снова побольше захватывайте бархата так выводим насквозь затягиваю последнюю бисеринку снизу вверх иголочку просовываем и затягиваем таким образом обшиваются бисером и все брошечки тоже берем снова бисеринку просаживаем выводим последнюю снизу вверх такой сразу урок как обшивать брошь вам конечно я обшиваю чаще сейчас пайетками но бисером тоже иногда обшиваю броши для объема здесь удобнее здесь у нас такая окантовочка есть в ленте поэтому я в эту окантовочку просовываю здесь уже ничего сыпаться не будет и с вами таким образом обшиваем дальше выводим через низ вверх и затягиваем прям пальчиком видите вот так вот я подтягиваю чтобы ничего не отвисало снова протыкаем это кажется что медленно на самом деле все надо наловчиться быстренько все аккуратненько получается так вводим следующее подтягиваем уже можете повернуть как вам удобно через низ сверху и выводим еще разочек рядом просовываем соседнюю вернее последнюю бисеринку через низ вверх просовываем и обязательно хорошенько затягиваем ну вы поняли схему вы можете в зависимости от вашей вышивки вы можете менять бисер если у вас есть другие оттеночки вы можете взять например розовый более яркий оттенок добавить или наоборот прозрачный белый у меня к сожалению сейчас нет большого ассортимента бисера я буду вышивать одним цветом но будет красивый и беленький для примера и таким образом мы с вами работаем вот так вот смотрите ровненько получается все аккуратненько ну так 15 у меня уходит на обшивку так у нас получилось обшивка края получилось ровненько теперь мы будем все это расшивать вы уже видели такого плана нашивочки цветочек или вот как делается вот это боже коровка также мы сделаем такое сердечко для этого нам понадобится фетр само сердечко также ручка гелевая поэтому от этого так вот нет это 0 вот мы сейчас приступаем с вами к вышивке можно сказать мини броши я будем вышивать сердечко элементы на наш обруч для этого я беру фетр гелевую ручку и эскиз обшиваю жесткой канителью прошивая каждые миллиметры примерно плотненько это все пришивается и когда уже будет готов готова окантовка мы будем вышивать саму брошечку если вы впервые смотрите мой канал и видео мои то хочу вам сказать что у меня есть достаточно мастер-классов где я полностью рассказываю от а до я для новичков как вышивать броши какие мы используем материалы и все так что вы можете посмотреть меня на страничке если будет что-то непонятно вот у нас готов контур теперь я возьму синель и наполню можно не использовать вы можете просто ношить наверх я для объема и уже рассказывала что лучше ложатся бусинки люблю использовать этот материал под низ это как фон вот такое сердечко нас получилось теперь я подбираю бусины бусины буду использовать стеклянная розовая лиловая белая и красная как акцент а также зеленая да сейчас я подбираю бусинки и мы начинаем с вами вышивку беру сначала крупный элемент 6 миллиметров стеклянную бусину и потом подбираю уже к ней красиво выкладываю другие бусинки 4 миллиметра красные бусины я работаю сама на нитью 012 миллиметра диаметра гамма использую всегда в работе потому что так не нужно подбирать каждый раз в цвет ниточку она идет как леска плотная но все равно я вышиваю на в 2 реди а вот и каждую бусинку прохожу по два раза есть это крупные бусины 6 8 8 миллиметров и больше то прохожу больше пока плотно не ляжет бусина тогда вы уже поймете атака мы наполняем бусинку исходя из ваших предпочтений вернее сердечко поэтому я немножечко ускорила процесс пришиваю бусинки поверх я буду пришивать чешский бисер красные розовый промежуточках между бусинами так брошь будет твориться объемнее с краешку я взяла стразовую цепочку также ее пришьем для контура все сердце я решила не делать стразовой цепи вы можете конечно обшить тоже все на ваше усмотрение можете просто делать бархатное сердечко на обруч и будет тоже красиво смотреться так как я занимаюсь вышивкой брошей то я взяла за основу маленькие мини брошечки которая прикрепляю к пришиваю к обручу такое нежно нежное и яркое сердце одновременно у нас получилось сейчас промежутки я наполняю бисером бисер я беру не только розовый но и красный и уже приближаемся к завершению вышивки дальше покажу как я делаю из на ночь q и уже полноценно пришьем брошь готовую к вот такая красота получилась мы сейчас пришьем к обручу примеряем куда лучше положить я кладу почти на самый верх для изнанки мы возьмем картон мелованный я обвожу эскиз и вырезаю два таких эскиза склеиваю для плотности между собой что плотнее было брошечка вот так же смазываю все клеем прозрачный момент который показывала начале видео приклеиваю к основе броши аккуратно обрезаем по контуру и сверху приклеим у меня бархат можно взять любую другую эко кожу за ушу кожу и казавшую все что вам угодно здесь я беру бархату мне подходит в цвет красненький а вот наличие был именно бархат такого цвета вырезаем аккуратно все и обшиваем как обычную брошь обшиваем по контуру так же как мы обшивали с вами обруч это я уже показывал тоже в начале видео и теперь самое приятное когда основа готова брошечка главный элемент обруча у нас готов мы это все пришиваем насквозь прочно я пришиваю к самому обручу наше сердце прокалываю иголочкой насквозь и плотненько прошиваю хорошенько и по краю чтобы она не отрывалась не отходила вот видите прям насквозь прокалывается тяжеловато пройти все прошивается немножечко усилий терпения большой не делайте ниточку чтобы не путалась сми немножко запуталась у самой поэтому сразу предупреждаю вот и вот так вот по краюшку тоже прошиваем чтобы края тоже плотно прилегал завязываем узелок как всегда в ниточке и приступаем к расшивке самого обруча здесь уже все в ваша фантазия подбираю бусины в цвет лиловая розовая селью зелени немножко добавлю и белая чтобы он прям не был такой розовым розовым мишны мне захотелось добавить зелени яркости лето я добавляю зеленые элементы бисер 11 11 размер и босины 4 3 миллиметра диаметр и вот так проходя бархат мягенькие хорошо прошивается и здесь видите почему удобно работать мы на нитью потому что совершенно не оставляет следов ничего не видно самой вышивки и ты только бусинки так что если вы еще не пробовали с ней работать попробуйте не пожалеете поначалу будет тяжело ну потом не захочется никаких других ниточек прошивая каждую бусинку и уже делаю как узоры выкладываю просто бусинки здесь уже как фантазия заиграет я выбираю нужные оттенки просто вышивая и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Делая обручи, вы можете брать за основу просто бархат, обшивать и делать наполнение. Они смотрятся очень красиво, эти ободочки мягкие, прекрасно смотрятся на голове, либо просто сделать обшивку вот так вот бусинками без броши. То есть здесь все от вашего желания, основа есть, а дальше уже вы думаете, как вам больше нравится. В следующее видео хочу записать про обручи, как буду пробовать с проволокой обработку, но это уже позже. Вот так вот я еще хочу добавить красных элементов в цвет, мы всегда добавляем, чтобы цвет главного элемента у нас элемент это сердечко, поэтому конечно же добавляю бусинки красные и бисер, чтобы все гармонично смотрелось. Делая обработка, чтобы все гармонично смотрелось. В основном на ходу, если это какие-то броши, я делаю эскизы, зарисовки, но материалы пришиваю, конечно, просто исходя из своей фантазии и взглядов. Поэтому как пришить бусинку, почему именно эту я пришила сюда, я никогда не могу объяснить. Просто мне так нравится, я так вижу, что она должна быть именно здесь. Вы тоже, исходя из ваших воображений, ваших взглядов, можете пришивать, как нравится вам. Можно даже вот просто так вот бисером, я сейчас буду делать одну сторону, одним бисером. Оно очень красиво получилось, мне понравилось. По фактуре и следующий обруч я сделаю, возможно, просто вот так вот расшив бисером поверх, без всяких нашивок крупных элементов. Это тоже имеет право быть и очень симпатично смотрится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!